Сложно представить семью, в которой ни разу не происходили ссоры и конфликты. Но значит ли это, что в семье нет гармонии и баланса? Или же всё наоборот? А вообще, есть ли признаки счастливой семьи? Умение выходить из этих конфликтов, экологично их решать, это, конечно, задача не из лёгких. Но, тем не менее, если в семье есть ссоры, конфликты, как-то их решают, как-то эмоционально реагируют друг на друга, конечно, это счастливая семья. Вот и в семье Елены как раз так. Близкие любят друг друга, мама старается объяснять детям, почему она говорит нет. Считает, что нельзя воспитывать жёстко, но конфликты всё равно случаются. Есть взаимопонимание, есть поддержка, есть уважение. Понятно, что в какие-то моменты времени бывает не всё идеально, когда какой-то конфликт возникает, но мы договариваемся, мы приходим к какому-то общему знаменателю. Так что главное – эмоциональный отклик друг на друга в семье. Как ни странно, когда всё ровно и стерильно, это может означать, что члены семьи просто равнодушны друг к другу. Но в то же время не стоит думать, что конфликты – залог счастливой семьи. Нет, конфликты нельзя оставлять нерешёнными. Есть такое правило – не устраивай бурю в стакане воды. Не надо начинать ссориться из-за пустяков. Если есть какой-то конфликт, мы садимся и его решаем. Вначале мы должны признать, что этот конфликт есть. Это не прекращать общение. Продолжать общение – это очень-очень важно. Всё-таки высказывать, что негативно, как негативно. Вопрос, какие мы становимся через какое-то время, когда произошёл конфликт. Можно просто вот так вот волнами дожить, когда мы ссоримся и весь негатив сливаем друг на друга, а можно понять чувства другого человека. Так что, если у вас в семье случаются разногласия и недопонимания, это и есть первый признак счастливой семьи. Но это, если каждый из сторон прислушивается друг к другу и приходит к компромиссу. Второй признак – наличие опоры и, что называется, свободных ушей. При этом не обязательно, чтобы опорой был мужчина. Роли могут меняться между всеми членами семьи. Иногда и мужу может быть тяжело. Приходит на помощь жена, а иногда обоим родителям. Тогда дети. Важно не только поддерживать словесно, но и уметь слушать и слышать. Третий признак – забота. Но самое главное – не только о детях, но и супруга вдруг о друге. Тогда ребёнок видит пример и начинает заботиться не только о себе, но и об окружающих. Психологи рекомендуют для поддержания так называемого уровня счастья в семье показывать всем её участникам, что дом всегда стоит на первом месте. Меньше транслировать вовне, что работа или дела важнее. И речь идёт не о том, чтобы посвящать всё время семье. Скорее выделять определённый день, когда вы принадлежите только своему супругу и детям. Так что четвёртый признак – наличие совместных прогулок, просмотра фильмов или семейных трапез. Специалисты признаются, что тут не важно, куда вы идёте и что смотрите. Главное – обсуждать, обмениваться мнениями и проводить время только в кругу самых близких. И последний, пятый признак – это безопасность. Имеет большое значение внутреннее ощущение безопасности каждого члена семьи, как физической, так и психологической. Иными словами, чтобы и стены крепкие были, и внутри этих стен царила гармония и спокойствие. Только тогда можно избежать развития чувства тревожности. На примере семьи Елены мы видим, что соблюдая эти простые правила, даже в самые тяжёлые моменты можно не только найти поддержку среди близких, но и почувствовать себя счастливым.